да здесь мы находимся на посеве овса овес вятский как видите тоже присутствуют сорняки на поле никакой химии здесь уже лет семь не было ни химии ни удобрений что в себя включают элементы технологии это после уборочное дискование предшествующей культуры поле опять таки минимальная технология держимся на дискование предпосевная культивация посев посев проводится с густотой четыре с половиной пять миллионов это в районе 130 150 килограмм зависимости от массы тысячи по полям по по годам в сорт вятский и дальше опять обработка боронами игольчатыми и обработка опрыскиванием микроорганизмов сейчас мы находимся на варианте с применением препаратов компании бионоватик технология все здесь едино который рассказал на предыдущем варианте разница лишь в схеме обработки по вегетации различными препаратами здесь было однократное применение ваших препаратов завали мы комплекс препаратов как в принципе на других культурах в данном хозяйстве называется она программное предложение максимум от компании бионоватик почему именно программа потому что это проще и производителю так как там комплекс и во-вторых экономическая составляющая когда покупаешь пакетом она всегда дешевле а в этот пакет входит биологический фунгицид оргамика с а фунгицид пролонгированного действия он борется с грибными и бактериальными заболеваниями на протяжении всей вегетации когда опускается в прикорневую зону и до 3-4 недель защищает вегетирующую массу уже также входят два микробиологических удобрения органит n это бактерия фиксирующий атмосферный азот и доставляющего в прикорневую зону и органит p это бактерия переводящая недоступные формы фосфора и калия в доступные формы обе эти бактерии обитают в прикорневой зоне и также от момента внесения до момента уборки они питают растения необходимыми макроэлементами он позволяет скажем так более реализовать в ингиденте чески заложены до конца да как капельница подобно капельницы постоянно питая растения тем что ему необходимо то есть три элемента питания азот калий фосфор позволяет препарат добывать для рождения это доказано мы на других культурах на интенсивном земледелии также используем эти препараты и уже после уборки на следующий год весной мы делали анализ почвы количество доступной формы фосфора калия в полтора раза больше чем на необработанных почвах а здесь почему отказались от применения биодукса ну арахидоновая кислота не совсем проходит регистрацию на органическое земледелие но в данном случае было принято его не использовать так но в принципе арахидоновая кислота это вытяжка из гриба то есть химической составляющей но это вытяжка из гриба мальтерелла альпина и спирт все это все составляющие данного препарата от 2 миллилитров она зерновых до 3 на пропашных это очень концентрированный препарат и почему такая маленькая дозировка он сродни растению то есть он проникает внутрь растения арахидоновая кислота и она активизирует уже внутри жасмоновую кислоту которая является регулятором стресса то есть проще говоря этот препарат активизирует внутренние процессы ему на модуляцию растения жизненные все силы то есть все все силы которые он может должен потратить на борьбу с какими-либо патогенами или внешними неблагоприятными факторами он тратит именно она растения да тратит на развитие и формирование урожая небольшая площадь под опытами нет почему здесь 70 гектар подавцом у вас предшественник для здесь два предшественника на этой части где мы находимся сейчас предшественник спельта было в прошлом году большая часть порядка 50 гектар после предшественника лена ну а вот состояние посевов использование препаратов но вы знаете визуально на данный момент сложновато немножко оценить эту ситуацию потому что все все варианты смотрятся более-менее ровно возможно из-за того что осадки подтянули достаточно сильно майске вот но конкретика будет после уборки когда уже урожай будет обмолочен вот но и как вы видите последствия засухи что вот вот раз небольшой выпад там выпад там выпад будем в уборке как бы пытаться выделить элементарные участки которые будут полностью полностью про площадь будет использована без выпадов потому что когда находятся эти выпады качественно учесть не получится а в результате вот этих вот заморского какая из культур больше всего пострадала ячмень но он у вас не по но он не по органике а из органического севооборота но спель то немножко пострадала восточная часть участка нет за западная часть участка ну и в принципе все полба в незначительной степени из-за того что она возле балочки там языком под затянула бионоватик в первый раз работа урожай покажет что затратная часть нам намного увеличивается вот использование для препарата по сравнению с чем вы в любом случае же используется биопрепараты вот этой компании по сравнить в принципе находится на одном примерно одном уровне да но в себе стоимости посчитается по уровню урожайности вот там уже надо считать себе стоимость они общее количество затрат выявить технологии наиболее оптимальную для нашего хозяйства наши условия почвы уровня увлажнения то есть вы считаете еще не оптимально проверить нет хотелось бы сделать шаг вперед визуально неоднократно говорилось мы с михаилом выезжали на поля постоянно обследуем визуально можно не заметить никакой разницы но на самом деле не видим разницу заметно только когда исследуешь отдельные растения то есть берутся пробы отборы мы сравним с контролем с другими схемами обработка другими компаниями здесь мы уже можем видеть разницу на корневой системе и на кущении и на выравненности подгонов отдельно разницу видно в поле к сожалению это сложно поэтому если мы что-то хотим увидеть трудиться ну и очень очень сильно туда залазить и вопрос актуальности тут тоже немаловажен потому что можно выбрать наиболее лучшее растение там на одном варианте наиболее хуже на другом поэтому здесь интегральным критерием будет уборка урожая что мы по факту получим но сорт овца одинаковый и на том где мы были предыдущая остановка и здесь у нас овес он голозерный он один сон